Сухой мак заливаем большим количеством кипятка, так, чтобы зерна полностью покрывались. Даем маку постоять так 30-40 минут. Вот эти простые продукты пойдут в тесто. Первым делом я вбиваю яйцо. Почему яйцо? Чтобы проверить, что оно точно аккуратное. Добавляем сахар, тут же молоко, тут же растительное масло, чем я обожаю этот рецепт. Вы видите, я просто все в кучу смешиваю. Ванили 1 грамм. Творог. У меня 10% жирности, пачка. Долго я не замешиваю, буквально 20-30 секунд, хватит. Вы можете взять венчик. Сюда же мука. Муку я не просеивала. Мы готовим так, чтобы все получилось быстро, вкусно и очень просто. Теперь разрыхлитель. Теперь важный момент. Мы будем подсыпать муку с таким тестом, так же, как с блинами. Зависит от того, какой жирности вы взяли творог, сколько процентов жирности в молоку. Поэтому мы смотрим, главное, по самой структуре, какое сейчас, вы увидите, у меня получится тесто. Вот дальше уже мне неудобно венчиком. Продолжать я буду руками. Подсыпаю немного, вот так. На такое тесто уходит 2,5-3 стакана муки. Замешиваю я его быстро. Посмотрите, какое оно мягкое. И как оно легко у меня вот так вот, видите, прогибается прямо под руками. Посмотрите, какое оно получается пушистое. При этом оно к рукам не липнет. Видите, я вот так вот отнимаю руки. Оставляем на 2 минуты. И готовим начинку. Сливаю вот эту образовавшуюся мутную воду с мака. Выкладываю мак. Можно также его размолоть погружным блендером. Это даже будет лучше. Размалываю мак. Вот так опускаю, чтобы он не поднимался кверху. И так делаю 3 раза. Всыпаем сахар. Перемешиваем. И сейчас надо будет делать все очень быстро. Потому что если сахар будет стоять, и если мы будем вот так дольше продолжать мешать, то начнет сахар растворяться, и начинка станет мокрой. Пергаментная бумага. Можно присыпать немного мукой. Это важно, чтобы не прилипало к любой пергаментной бумаге. Тесто нам надо растянуть по пергаментной бумаге. Сильно скалкой, тонким слоем не раскатывайте. Примерно 5 миллиметров. Тесто очень эластичное, а почти-почти не липнет. Выкладываем начинку. Начинку мы мешали, может быть, секунд 10. И совсем не давали ей времени постоять. Сахар даже еще видно, что он такими кусочками. Он не успел еще раствориться. Распределяем. И теперь будем скручивать. Я выложила форму. Форму застелила пергаментной бумагой. И немного посыпала мукой. Смазываем рулет яичным желтком. И надрезаем его на такие небольшие порции. Не до самого низа, но где-то до середины. Потому что он будет увеличиваться в размере. Маковая начинка сочная. Ей надо будет как-то выходить. И если мы не сделаем надрезы, он полопается в самых разных неожиданных местах. А так мы ему хотя бы направление покажем, где лопаться. И будет очень красиво. Ставим в духовку на 180-200 градусов примерно 40 минут. Даем рулету полностью остыть. А вы уже подписались на мой канал? Тогда ставьте лайк этому простому и такому ароматному рулету. На канале много разных вкусняшек. Видите? Вы останетесь довольны. Это очень вкусно. Видите, сколько начинки. Посмотрите, какой он мягкий внутри. Вкусно. Сахара в меру. Подписывайтесь, друзья. Пока-пока.